Продолжение следует... Ну а сейчас мы поговорим о грядущей, приближающейся просто вот с каждым днем войне Израиля с Ливаном. Поговорим об Украине, о передаче Украине систем противовоздушной обороны, которые находятся сейчас на вооружении в Израиле. Поговорим об опыте Украины по борьбе с беспилотниками и о том, почему Израиль этот опыт профукал. Я с удовольствием представляю моего другу и коллегу Григория Тамара, журналиста, военного историка, офицера армии обороны Израиля в резерве. Григорий, добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер. Подписывайтесь на канал Григория Тамара в ютубе, там очень интересная и оригинальная информация. Григорий, ну я бы хотел начать все-таки с войны в Ливане, а потом мы поговорим уже о других аспектах об Украине и немножко о нас. Да, кстати, я не анонсировал, еще я бы хотел услышать твое мнение по поводу вот внезапного освобождения целого ряда палестинских заключенных. И в том числе директора больницы Шифа, который был просто, ну вот, по локте в Хамасе, по локте в крови, который человек, который, так сказать, там руководил целой ячейкой Хамаса. И вот его взяли и внезапно выпустили. Ну давай все-таки начнем с войны в Ливане. Итак, иностранные СМИ передают, что в ближайшие две недели, это уже не первый раз, но на сей раз, как там, знаете, что Жванецкого, эй, машина, она вот теперь серьезно. Вот теперь это серьезно, отзывают дипломатов, прекращаются полеты Люфтганзе в Ливане и целый ряд других авиакомпаний прекращают полеты. Вопрос мой очень простой. Как, на твой взгляд, будут развиваться события? То есть это будет упреждающий удар, это будет атака с воздуха, это будет атака с земли. Как тебе это видится? Ну, прежде всего хочу сказать, что я вот в данную минуту нахожусь в городе Твере, где у меня квартира, ты знаешь. И я сюда выехал из Тель-Авива, и вот все полтора часа, что я ехал по приближному шоссе, все время я видел колонны, нескончаемые колонны техники, армейско-израильские, которые двигались на себя. Ну, наверное, если они туда поехали, значит, не просто потому, что лишняя зарядка. При этом я видел, мне было интересно, технику самых разных указов, от суперсовременной техники, до достаточно устаревшей. Я, кстати, опережаю комментарии многих наших зрителей, которые сейчас последуют. Зачем вы выдаете военную тайну, Григорий, как вам не стыдно? Зачем? Это же враги нас услышат сейчас и поймут. Враги только и делают, что меня слушают, им от других источников информации нету. Ну да, у них нету беспилотников, у них нету шпионов, да? Да-да-да, только от меня они узнают эту информацию. Теперь, значит, касательно характера боевых действий. Вот если мы вспомним прежние две войны, первую, вторую, ливанскую, то для того, чтобы достичь желаемого результата, нам, мне кажется, следует пойти по сценарию первой ливанской войны. То есть ситуация, когда мы выходим к Пиру, то есть захватываем значительную часть территории Ливана. И тогда, в первую ливанскую войну, израильская армия разгромила 20 тысяч боевиков Организации Воскресенья Палестины, сирийский контингент и пять советских бригад ПОУ и сирийские военно-воздушные силы. Значит, у нас концентрированы, я не буду сейчас называть число бригад, потому что даже если это и есть в этих доступах, я не хочу, чтобы из моих уст это прозвучало, но есть несколько сухопутных бригад, в том числе бронетанковых, которые находятся на границе с Ливаном, которые готовы взрезать оборону из баллы и начать подвижение вглубь территории Ливана, уничтожая опорные пункты, очаги сопротивления и, конечно же, прежде всего, установки по запуску ракет, самых разных, самые разные. Параллельно с этим будет нанесен массированный ракетно-бомбовый удар в ту территорию Ливана, прежде всего, по инфраструктуре, включая электричество, потому что электричество питает не только мирное население, но и их кисболу, как вы понимаете. Далее, конечно же, ракетный потенциал кисболы, исходы с боеприпасами, ну и, что не менее важно, это дорожные коммуникации, которые позволяют кисболе с территории Сирии получать подвижение. А порт и аэропорт? Да, да, безусловно, порт и аэропорт, естественно, конечно, я забыл. Теперь, кисбола при всем своем многочисленном составе, 50 тысяч человек, это серьезная армия, они не имеют средств для того, чтобы эффективно остановить продвижение регулярной армии. Потому что для этого нет же палочки волшебные, что махнул, и там. Самый эффективный и известный способ остановить наступающую армию, превосходящую по огневым средствам и по мобильности, это артиллерия. Кисболы артиллерии в полном смысле этого слова нет. У них есть ракетные системы, но они страшны только мирным объектам, мирным прислением. А вот что касается артиллерии, как такое, она отсутствует. Есть много противотанковых систем. Они их будут использовать в огромном количестве. Мы научились тоже очень много чему за это время. И если вы посмотрите на потери наши в ГАЗе, безвозвратные потери бронетанковых средств осуществляются единицами. Повреждений много, но они все восстанавливаемые. Даже по потере конкистов можно посмотреть, что это не основные наши потери. Мы тоже очень много научились в плане использования техники, оптимизации этого использования, защитных средств и так далее. Поэтому они будут, видимо, с боями отступать, стараясь нас измотать, стараясь привести к ситуации, чтобы международное сообщество начало выкручивать нам руки. И самое главное для них, стараясь нанести нашим силам неприемлемый для Израиля ущерб. По каким объектам они, прежде всего, будут стараться ракетами своими нанести удар? Прежде всего, конечно, по нашим военным объектам, которые влияют на нашу мощь. Это авиабазы, это военный порт, это радиолокационные станции и так далее. По станциям ПВО это первое. Второе, по энергетической инфраструктуре. Это для них важнейший момент. И вообще по инструктуре, даже более широко, если мы поставим, тоже вот порты, аэропорты, электростанции, вот все, что с этим связано, больницы. И третье, это символы власти. Они будут обстреливать Иерусалим, будут обстреливать КНЕСС, будут обстреливать министерства. Вот подобные, это для них тоже очень знаково, очень важно. Они будут стараться нанести на такой ущерб и меньшинство. И тут, как говорится, в поле две воли. Я возьмем, кто будет эффективнее, наши ВВС и наши ПВО или их ракетные СССР. Ну, мое личное мнение, это, конечно, предсказуемо. Я считаю, что мы одержим победу в этом противостоянии. По ряду причин, у меня есть основания тут выражать. Однако, существует некий инструмент, который, ну вот, с доизвестной степени застанет, не то, что застанет на взрослых, но у нас нет эффективного решения вот этой проблемы сейчас. Это большое количество беспилотников, которые они будут использовать и стараться вот нас деморализовать и дезориентировать этим вот использованием беспилотников. Вот по поводу беспилотников я бы хотел отдельно поговорить, чуть позже. А я хотел обратить твое внимание на то, что, ну, во-первых, Иран заявляет, что они моментально подключатся. Подключат все свои, так сказать, прокси, то есть это Ирак, вот эти самые милиции иракские, те же самые хуситы, но хуситы, как бы, они и так чего могут делают, да? Мало того, были разговоры о том, что будет переброшен и личный состав для подмоги, так сказать, Ливану через Сирию и так далее. И тут вот совершенно неожиданно, на мой взгляд, неожиданно, прозвучало высказывание человека, который, в общем-то, ну, совершенно, как бы, не политик ни разу, ни с какой стороны. А я имею в виду господина Кацца, но не министра иностранных дел Кацца, а председателя профсоюза концерна авиационной промышленности, который заявил, что вот в случае, так сказать, серьезных, а эта самая компания производит ракеты «Ерихон», ракеты «Ерихон», которые являются носителями ядерного оружия, которого у нас нет. И он заявил, что если что, то у нас вот приготовлено оружие судного дня, и это оружие судного дня будет применено. Это случайность? Это просто вот он ляпнул, так сказать, не подумав, или что? Нет, ну, идет повышение ставок и в территории, в том числе. Я вам скажу такую вещь. У Ирана есть ноль возможностей угрожать нам в плане вот стратегической угрозы ракетных обстрелов там. Они продемонстрировали, что они могут, и мы продемонстрировали, что они могут. Они запустили 250-300 средств огневого поражения, и долетело 4. А мы запустили одно, и долетело одно, да, и мы парализовали систему ПВО на половину страны. Так что в этом отношении можно быть спокойными, однако у Ирана есть очень эффективный способ отравить нам жизнь прям вот совсем, без всяких ракет. Вот эти вот десятки тысяч боевиков, которые находятся на территории Ирака, они могут отправиться не в Сирию, а в Иордан, и могут попробовать обрушить иорданскую власть. Иорданская армия, хоть и наиболее хорошо подготовленная из всех арабских армий с точки зрения профессионализма и подготовки личного состава, но она достаточно малочисленная. Не знаю, чья возьмет такой ситуации, хотя мы будем помогать иорданцам, как уже бывало в прошлом, кстати, да. И вот если им удастся обрушить иорданский режим, вот тогда у нас будут серьезные проблемы, потому что мы получим фронт километров 400 длиной, на котором у нас пусто. И кроме чахлых минных полей 60-летней давности и дюжины военных баз, на каждой из которых по два десятка военнослужащих, половина из которых безоружная, у нас там ничего нет. Вот опять же, у нас есть наши ВВС, могущественные и самые профессиональные в мире, но, как показывает практика, нельзя на это уповать. Поэтому иорданцы прекрасно знают, они готовятся, это не то, что это какая-то информация такая неизвестная ни для кого. Вот, поэтому вот это вот главная наша стратегическая угроза. А прибудут они в Сирию или там в Ливан, не прибудут, но мы их там и похороним. Еще там 50 тысяч человек. Это не то, что лишит... Ну, я надеюсь, что иорданский король как бы понимает всю эту ситуацию, и американцы понимают. Там же, если не ошибаюсь, есть американская база в Иордании. Там американская база. Давайте не будем забывать, что все высокопоставленные офицеры иорданской армии и генералы, они также офицеры, я прошу прощения, Великобритании, они имеют чины королевские. То есть тот же самый король, он полковник ВВС Великобритании. Да, он учился же, учился в Великобритании. По старой доброй иорданской традиции. Ну, надеемся, надеемся, что это не произойдет. Я хочу вернуться к беспилотникам, о которых, так сказать, мы уже заикнулись. Действительно, практика вот этой войны показала, что наибольший ущерб, как это ни парадоксально, нам приносят на севере, я имею в виду, именно беспилотники, причем беспилотники малого класса. То есть большие беспилотники сбиваются, сбиваются довольно легко. А вот эти маленькие, которые, типа шахеды, которые широко применяются русскими в Украине, вот с ними есть серьезная проблема. И вот на фоне этого звучит совершенно ужасная, так сказать, информация о том, что еще год назад украинцы предлагали Израилю, так сказать, поделиться информацией, которая у них была, которую они набирали, вот сражаясь с этими самыми шахедами, набирали опыт. Причем сейчас вот мы видим, что украинцы довольно эффективно с ними сражаются. И они готовы были всем этим поделиться для того, чтобы израильтяне тоже помогли им придумать какое-то противоядие против этих шахедов. И в результате наши гордо отказались. И теперь столкнулись и на ходу изобретают велосипед. Что это было? Ну, во-первых, это вообще анекдотично, что, знаете, как это, по принципу заборных без сапог, потому что Израиль — это государство, которое впервые применило беспилотники массово на поле боя еще в 70-е годы. Израиль использовал беспилотники для разгрома советской группировки ПВО в Ливане в 82-м году, эффективно и массировано. Израиль — это государство, которое впервые с боевого вертолета уничтожило вражеский беспилотник лет 15 назад, когда он вторгся с территории Сирии на территорию Израиля и так далее. Однако израильтяне в очередной раз продемонстрировали свое чванство, заносчивость и вот такое вот швейцарство, как говорили когда-то наши дедушки и бабушки. Надо отметить, что когда началась война между Россией и Украиной, израильские и украинские офицеры вот еще при прошлом правительстве обменивались опытом на постоянной основе в третьих странах, на территории Польши, Чехии. Когда это правительство пришло к власти, была свернута эта практика и прекратилась, а вскоре после этого произошла ситуация, что под давлением Соединенных Штатов, когда стали интенсивно и массированно использовать россияне иранские шахеды, вот тогда Израиль предоставил Украине какую-то развединформацию, которая была крайне важна для украинцев. Нет у нас, понятно, в открытых источниках, что это была за информация, но вот как я там слышал, так сказать, из полуофициальных источников, речь шла о характеристиках этих летательных аппаратов, которые были известны из-за рейтинга, они украинцам очень пригодились для того, чтобы оптимизировать борьбу против этих средств воздушного параллельства. И после того, как украинцы это эффективно применили, они поступили, собственно, в рамках общепринятого военного сотрудничества между, ну, так сказать, не союзническими странами, не дружественными странами, ну, а хотя бы даже нейтральными странами. То есть вы нам помогли, вы нам что-то там предоставили, давайте теперь мы с вами поделимся информацией. Вы знаете, когда в ресторане сидят там кавказцы, вот одни посылают пункт вина за длинство, а другие там возвращают им две пункты вина там другого. Примерно так. На что израильтяне ответили, что они не занялись в сон. То есть более идиотского поведения трудно было представить, но не оскудеет земля еврейский идиот. Вот, поэтому мы... Это могло быть, Горис, это могло быть связано с тем, что как бы в очередной раз Биби боялся, как бы и не хотел дразнить Путина и так далее? Ну, безусловно, это могло быть и с этим связано. Смотрите, опять же, мы не знаем всей, так сказать, закулисной, подноготной взаимоотношений Израиля и России там за последние условные 20 лет. Я всегда рад критиковать Биби и с огромной удовольствием это делаю, но в данном случае, возможно, мы что-то не знаем действительно. И я не хочу просто так вот подвергать им критики, когда мне для этого информация достаточно. Я говорю о том, что вообще это можно было сделать так, чтобы об этом никто не знал. Не обязательно сделать так, чтобы мы с вами обсуждали это в открытом... Для этого есть спецслужбы, для этого есть закрытые каналы обмена информацией и так далее. Теперь можно делать это через какие-то страны. Есть дружественные страны в Европе, которые очень любят и Украину, и Израиль, например, та же Чехия, та же Германия. Вот. Но этого не было сделано. И сейчас Израиль столкнулся... Шахет, кстати, я бы не сказал, что это маленький беспилотник. Это средний, так сказать, беспилотник. Вот. Он оперативного, так сказать... Но я имею в виду, что с Ливана запускают не только Шахеда, они запускают и действительно, и маленькие беспилотники, которые вообще... Маленькие беспилотники, кстати, вот здесь ты говоришь о том, что вот маленькие, если начнется война, то у нас есть против как раз маленьких беспилотников система Кинжал, которая ставится на... Просто на стрелковое оружие, такая присадка, которая позволяет вести прицельную огоньку. Но сейчас это не используется. Реклотников так же. Используется как раз, как вы сказали, что определенность среднего такого маршрута, калибра, да, вот, плотники, размера. В том числе и те же самые шахены. Израильтяне пока что, они в целом справляются до известной степени. Опять же, нету результатов таких, как вот в борьбе с баллистическими ракетами, что парадоксально, да, то есть мы достигаем с бензилотниками 90-95%. Мы выходим в позицию где-то процентов 75-80, вот так сказать. То есть большинство бензилотников мы сбиваем. Однако чем сбиваем? Мы поднимаем в воздух боевую авиацию. Мы используем дорогущие снаряды железного купола. Это хорошо, их нафиг летят десятки, а если завтра полетят тысячи. Вместо того, чтобы просто поставить на линии соприкосновения зенитные пулеметы на джипах, и просто расширить... Что, собственно, делают украинцы? То есть у них вот эти летучие, так сказать, отряды. Я совсем уже сейчас вот пойду, так сказать, усугублю то, что называется. Взять отставных военных израильских, которых у нас полстраны, меня, например, и поставить там с дробовиками, с обычными охотничными дробовиками, которые прекрасно используют украинцы. Очень эффективная орудия. Стоят эти дробовики копейки. Поставить там просто патрули, которые бы их отстреливали. Ну, как бы, ну, есть средства, ну, уже научились, но Украина уже 20 года боюет, но уже, как бы, ну, опыт опоплен. Так этот опыт, ну... Кстати, слышал, что украинцы мне рассказывали, что они используют пулеметы «Максим», которые там по складам понаходили и по музеям. Их используют в забивании. У нас сняты с вооружения, но законсервированы на складах масса различных американских пулеметов, в том числе и зенитных времен Вьетнамской войны. У нас есть трофейные шилки российские, советские. Есть очень много инструментов. То есть это надо просто пересмотреть тактику, то, что называется, наявите толку, урак лахима, то есть, ну, свод уставных правил тактических, да. Надо просто пересмотреть, осознать важность этого. Потому что потом будем за это платить в продюс. Да уже платим. Вот же было тут на днях попадание 18 военнослужащих пострадало на севере. Ну, они были ранены, к счастью, не были убиты. Скажем так, погибшие, вот из этих 25 граждан наших, что погибли за эти 9 месяцев войны из Кизбалой от беспилотников, там погибло человека 2-3, может быть, что-то такое, да. Но это не важно. Даже если один погиб, то и то многое. Это на один больше, чем нужно, да. Поэтому, конечно, это глупость, что мы... При этом это, знаете, нонсенс. Мы сбиваем баллистические ракеты, мы выводим нашу противоракету в космос, безвоздушное пространство. Это мы можем сделать. Научиться украинцам дробевиками с ним избирать беспилотники, это у нас... Но это, кстати, Григорий, меня вот это не удивляет. Это вообще израильский стиль, да. Мы можем создать суперсовременное оружие, мы можем создать суперсовременное медицинское оборудование, которое там, я не знаю, позволяет нам сердце, так сказать, через лапароскопию оперировать и так далее, и так далее. А построить, значит, какой-то там дом, чтобы он не перекосился, и чтобы там окна закрывались нормально, вот этого мы не можем. И вот с этим мы сталкиваемся каждый день. Да, есть такая проблема. Не буду даже спорить. Да. Продолжая тему, значит, прошла информация о том, что Израиль собирается передать, ну, не напрямую, а через американцев, снятые с боевого дежурства американской системы Патриот. Речь идет, если не ошибаюсь, о восьми или о десяти батареях. Точно об этом пока не сказано. И эти батареи американцы собираются передать украинцам. О чем идет речь? Ну, во-первых, я вот уже, когда эта информация пошла, пошла такая критика, вот в этом пространстве, мы накануне большой войны, завтра по нам будут стрелять, а значит, а мы тут останемся обязательно. Давайте прояснем ясность. Во-первых, как вы совершенно справедливо заметили, два года назад эти системы были сняты с боевого дежурства. И это не пустые слова. Два года назад Израиль не возобновил программное обеспечение этих систем. А без программного обеспечения это просто куча железа в прямом смысле по столу. Их невозможно использовать. То есть это как компьютер, постоянно идет обновление. Да, да, версия обновляется, вот как на мобильном телефоне версия есть, если они обновились, но на таком этапе. Но в отличие от телефона обновление версий американских идет за деньги, причем за большие деньги. За большие. Израиль этого не сделал. Почему? Потому что давайте разберем, что такое система Патриор. Система Патриор вообще-то изначально делалась как система противовоздушной обороны от самолетов. Зенитки. Впервые была попытка использовать ее против ракет, СКАД, то есть баллистических ракет среднего радиуса действия, во время первой иракской кампании, когда американцы предоставили израильтянам эти системы. Израильтяне их использовали с очень низкой степенью эффективности, потому что они плохо сбивали ракеты. Тогда американцы подвергли эту систему двум поэтапным модернизациям. Эти модернизации выражались в нескольких параметрах. Другой боеприпас там. Но главное, это было другое компьютерное обеспечение, позволяющее более эффективно, быстро и точно реагировать на обнаружение воздушной цепи. Теперь. В Израиле на сегодняшний день стоят на боевом дежурстве патриоты третьего поколения. А вот второго и первого мы от них отказались. Одна из причин, потому что у Израиля сейчас есть свои системы, которые лучше, чем патриот, или, по крайней мере, мы так считаем, и, опять же, события последних месяцев это подтвердили. Значит, у нас есть система ХЭДС, и вот до известной степени можно сказать, что патриот последней модернизации, он перекрывал вот этот спектр ХЭДС-1. То есть у нас система многоуровневой обороны. Да, у нас есть, ну, в принципе, можно сказать, пять уровней противовозбужденной обороны. Сейчас я расскажу. Первое – это система ХЭДС-3, ХЭДС-2. Второй уровень – это вот ХЭДС-1 и патриоты – То есть ХЭДС-2 и ХЭДС-3 – это самая верхняя обороны, которая выходит в структ-сферу вообще. Да, это звездные войны. Это единственный практический результат такой, значит, шпион, ну, не шпионская, скажем так, информационной войны Соединенных Штатов с Советским Союзом, когда Советский Союз напугались звездными войнами, и они включились в гонку вооружения и наторвались экономически. Но закончилось это тем, что появился результат это вот ХЭДС-2, ХЭДС-3. ХЭДС-1, а также Проща Давида, она же волшебная палочка, это два названия международных различий, я не буду сейчас вдаваться, есть там миллионерологические ракеты. И Патриот вот третьего уровня модификации, это примерно одно и то же, это перекрывает это следующий уровень, уже от баллистических ракет среднего радиуса действия и от крылатых ракет. а первый уровень, вот ХЭДС-3 и ХЭДС-2, это у нас уже как бы от баллистических ракет стратегического назначения. То есть то, что иранцы против нас использовали вот в апреле месяце. Теперь, дальше у нас идет следующий уровень, мы тут референцируем ХЭДС-1 все-таки и Проща Давида, немножко это разные классы, это мы два разных слоя определяем. Дальше у нас идет с вами система противовоздушной обороны, которая на авиационных средствах находится, то есть это боевые вертолеты и боевые самолеты, которые могут сбивать, например, крылатые ракеты, например, те же самые беспилотники, дальше у нас с вами идет система железный купол и уже самое последнее это вот наша система кинжал, которая ставится на стрелковое оружие пехоте для того, чтобы сбивать малогабаритные беспилотники, что делало сектаре газа очень плохо. Вот то, что мы имеем теперь. То, что передается Украине, это, как я уже сказал, Патриот первого, второго уровня, и против ракет они действительно не очень эффективны. Однако, против авиации они еще как эффективны. И, видимо, против авиации и планируются они использоваться в Украине. Это 8 батареек. Важно это не израильские системы, это американские системы, которые были предоставлены Израилю в пользу. И американцы как бы их отзывали из Израиля. Не бесплатное пользование, давайте называть вещи. Израиль Патриот они могут быть крайне важны для защиты таких городов Харьков, Одесса, Днепр, Запорожье, Киев. То есть достаточно, что на каждый город будет поставлен 2-3 батареи. В принципе, вопросы использования фронтовой и тактической авиации вопросы будут ну и вертолеты прекрасно поражаются этими целями, этими средствами. Да, значит, и вот эта передача, если она произойдет, она в какой-то степени поднимет опять вопрос о так сказать отношениях с Россией. Почему, на твой взгляд, Израиль сейчас вот идет на это? То есть мы понимаем, что это американские системы, мы понимаем, что мы их возвращаем, но если бы Израиль сказал don't, если бы наше правительство сказал нет, мы не согласны, то их бы не передали. Нет, Израиль не мог бы сказать нет, Израиль мог бы объявить итальянскую забастовку, это Израиль мог бы сделать, Израиль это не сделал по нескольким причинам. Во-первых, Израилю вместо этого американцы пообещали современные системы, которые бы отвечали угрозам, но американцы же никогда ничего не пытаются связать руки нашему правительству, чтобы наше правительство не отдавало приказ в начале операции. Следующий момент, дело в том, что ведь американцы давят на Израиль постоянно, для того, чтобы Израиль более интегрировался в конфликт между Россией и Израиль пытается всеми возможными силами уйти от этого, правильно или неправильно другой вопрос, я констатирую факт. Тут фактически получается такая лазейка, с одной стороны Израиль ничего не предоставляет, это не Израиль, с другой стороны, в итоге Украина получает ну просто кровно необходимые ей системы противопротечной. То есть формально, на формальном уровне Россия не может перебить Израиль. При том, что когда мы говорили в свое время о паритете, что Израиль не предоставляет оружие Украине, Россия соответственно не предоставляет серьезных вооружений Ирану, все это давно уже сломано, Россия поставляет Ирану и ракеты, Россия поставляет Ирану боевые самолеты современные, потому что у Ирана очень старый парк самолетов, то есть паритет уже нарушен достаточно давно. 19 только по официальным источникам 19 самолетов 35 доставлены Ирану, ну а также давайте что там походить, противотанковые ракеты Корнет, которыми сносятся просто выжигаются потла, прямой наводкой бьются по нашим поселкам на границе между Ливаном и Израилем. То есть это все ракеты российского производства? Ну не все, но значительно их часть. А попадают они туда через Иран или напрямую? Они попадают туда сначала в Иран, потом в Сирию, а потом... То есть все это идет оттуда. Ясно. Григорий, спасибо, спасибо большое. А, я еще хотел, прошу прощения, я же хотел еще задать вопрос по поводу вот этого освобождения заключенных. Еще раз прошу прощения. То есть я напоминаю, что речь идет о том, что вдруг внезапно несколько дней назад было освобождено там порядка 80, по-моему, палестинских заключенных, среди которых директор больницы Шифа в Газе, который был, в общем-то, уличен в таком активном сотрудничестве с Хамасом. Он предоставлял свою больницу в полное распоряжение Хамаса, он сотрудничал с ними, он принимал участие в, так сказать, задержании и хранении, извините за такое слово, похищенных, которых там распихивали по всей больнице. Что произошло? Это было насколько нелепо, что первая моя мысль была, что это какая-то игра и дресса. Но боюсь, что речь идет о безравельском разбильдяйстве. А если говорить более профессиональным языком, отсутствие координации между силовыми ведомствами, потому что формально этот человек и еще 50 других запрещенных такого же статуса юридического, они были подследственны, не были осуждены, соответственно, армия отвечала за это. И когда разводился скандал, служба охраны тюрем начала трясти в воздухе письмом, которое было подписано бригадным генералом армейским, что предписано освободить людей формально по причине отсутствия мест в тюрьме. Важна в данной ситуации роль министра внутренней безопасности, потому что вместо того, чтобы попытаться этот скандал загасить в каком плане, не приводить к конфликту силовых ведомств, а сказать, дорогие друзья, вот мы все допустили ошибку, мы все виноваты, давайте сядем и при закрытых дверях разберемся, выясним, что произошло, и когда мы все выясним, мы общественности доложим результат и виновные будут наказаны, но это останется, так сказать, уже вот мы общественности конечный результат выдадим, а внутренние разборки это насколько не отделано. Вместо этого он начал, по сути, натравливать представителей разных силовых ведомств друг на друга, обвинять шабак, обвинять в том, что это, значит, левый шабак, значит, вот там левые те, левые эти, значит, он один у нас белый и пушистый, ни за что не отвечает, бедный и несчастный. И поразительная здесь реакция, между прочим, кстати, и Галланта, который тоже не с лучшей стороны себя провел в этой всей истории. И, конечно, это недопустимо по трем причинам. Во-первых, мы просто так освободили совершенно, ну, непонятно зачем, одного из главарей ХАМАСа. То есть, не обменяли, не обменяли, не освободили на каких-то условиях, а просто взяли и отпустили. Во-вторых, 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 мы продемонстрировали всему миру и самим себе, прежде всего, уровень отсутствия координации между руководствами наших силовиков, это говорит о глубокой болезни в системе управления нашими силовиками. И, в-третьих, мы продемонстрировали отсутствие внятного политического руководства. Это большая проблема, и ее надо будет решать, так как эта война, она продемонстрировала очень много проблем в нашем обществе. Что, однако, дает мне почву для оптимизма, это как раз уровень гласности у нас. В итоге, вот такие все вещи, они моментально становятся известны, и под общественным давлением в дальнейшем вот оно, как бы, излечивается. Григорий, два слова буквально о том, вот, ты уже упомянул, что не хватает места в тюрьмах, ведь не просто так не хватает места в тюрьмах, а у нас создана была специально открыта заново тюрьма, куда, собственно, запихивали всех этих боевиков, которых там седьмого, восьмого и девятого похватали этих нукба спецназа Хамаса. И вот правозащитные организации обратили внимание, что там уровень их содержания не соответствует международным стандартам. Я сейчас опускаю вообще уровень содержания и соответствия международным стандартам наших похищенных, которые держат там в клетках и в подземельях и кормят там через пень-колоду. Но вот что имеется в виду вот здесь? И почему наши так активно, так сказать, откликнулись на это и начали эту тюрьму закрывать, арфсформировывать и так далее? Ну, опять же, вот я просто объясню. Есть большое различие. Содержание задержан и содержание осужден. Пока человек задержан, ведется следствие. Вот эти все критерии содержания, они намного могут быть жестче или меньше соблюдаются международные нормы, чем когда человек уже получил срок и суд вынес приговор. Это первое. Второе, Израиль совершенно не обязан соблюдать, он не является членом Евросоюза. Они же как нормы выставляют то, что в Евросоюзе. Но в Евросоюзе содержатся заключенные как санатория. Я не считаю, что в данном случае заключенные, вот эти вот мясники, которые убивали женщин, детей, запекали в печах младенцев, они должны собираться в санаторий. Поэтому, если бы Израиль более внятно делал бы разъяснительную работу на Западе, член раздель, и делал бы это профессионально, последовательно, эффективно, мне кажется, и давление на Израиль в этом отношении было бы меньше. Но, с другой стороны, у нас же Бенгвир, он же хвастался все время, что ему не важно какое там международное давление. Он у нас герой такой. Ну, так что же он тогда проконтролировал. Нет, но там было решение богатства высшего суда справедливости тоже на эту тему. Вот, решение богатства. Значит, если было решение богатства, значит, тогда нужно было спросить у богатства, хорошо, а что нужно улучшить конкретно? Давайте разберемся, что метраж, количество людей на метр, кондиционеры поставить, что нужно сделать иначе. То есть, для этого нужно вести разговор с богатством. это же не было сделано. Кстати, между прочим, по поводу судебной реформы, мы сейчас заговорили о богатстве. Ведь если бы действительно хотели сделать реформу, которая помогла бы, то что тогда первое, что напрашивается? Вот сегодня такая ситуация у нас сложилась, что, допустим, есть, вот разрушается на территории палестинской автономии дом евреев, а у этого дома нету хозяина. Ну, нет, не существует. Дом вот стоит полуразрушенный. И некому подать иск против Израиля. У нас есть ситуация, при которой иск против государства в суд может подать третья страна. Например, какая-то правозащитная организация. Например, Шаломаш. Что они успешно и делают? Вместо того, чтобы сконцентрировать усилия реформы вот на этом, то, что реально вредит безопасности Израиля. Значит, наш министр юстиции и премьер-министр, они хотели прийти к ситуации, чтобы судей назначало правительство. Ну, понимаете, правильно? Ну, конечно. И после этого все решения этих судей уже на Западе, по крайней мере, не будут, не брошь, не ставиться. А реформа вот хотя бы с этого. Ну, это вот реальный момент, который мешает. Я с этим в корне не согласен. Это неправильно. Если бы такая была реформа, я бы его поддержал, я бы лично. Спасибо. Спасибо большое. Григорий Тамар, офицер армии обороны Израиля в резерве, военный историк, журналист, писатель. Подписывайтесь на канал Григорий Тамара в Ютубе, там интересная и свежая информация. Наша программа подошла к концу. Всего доброго. До свидания. Всего хорошего.